Здравствуйте, меня зовут Виктор Смолий. Я хочу поблагодарить вас, что вы собрались здесь под Верховным Советом, а ранее под администрацией президента. Здравствуйте, товарищ депутат Боярков. Можете подойти к нам? Не в Дедврат, да? Можете присоединиться к нашему митингу? Учите Макс часть! Как вы относитесь к отмене НДС в Украине навсегда? Ваша машина станет дешевле на ВОЗ. В два раза. Друзья, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы собрались. Заметьте, никакая партия, никакая политическая сила не отреагировала на тот политический кризис, который на сегодняшний день есть в Украине. Вы видите здесь флаги или представителей партии, представленных в Верховном Совете? Так называемых оппозиционных сил. Ну нет, не видим. Почему вы молчите? Нет, не видим. Конечно, не видим. А знаете почему? Потому что эти твари все в доле. Обратите внимание, что сейчас творится в Верховном Совете. 40% старых олигархов и их представителей и 60% так называемых новых лиц, которых я называю новыми дегенератами. По-другому их назвать невозможно, потому что посмотрите, такое чувство, что эти 60% только что сбежали из всех больниц. Посмотрите на их поступки. Эти люди не отдают отчет своим действиям. По ним всем плачут реально дурдом. И многие из них имеют справки. Друзья, вы знаете, очевидно, что то преступление, которое вчера произошло в стенах парламента, именно там в оканале, как принимались законы, касаемо Луценко и впоследствии, как продавливали любого друга Порошенко, свидетельствует о том, что фактически в парламенте на сегодняшний день нет большинства. Большинство составляют бывшие недобитые, вернее, присоединяются к так называемому большинству ситуативно бывшие недобитые регионалы, а также разные представители олигархических групп. На сегодняшний день фактически можно констатировать, что этот парламент не может работать в нормальном режиме. Только через колено. По-другому они работать не будут и не могут. И очевидно, что Порошенко должен немедленно поставить вопрос о распуске этого парламента. Потому что в парламент должны зайти новые политические силы, которые думают по-новому, которые хотят этому государству лучшей жизни. Кому нужны бедные, нищие, патриоты, больные патриоты, патриоты-инвалиды, которые забитые, остаются один на один со своими проблемами? Кому они нужны? Они нужны олигархической клики, бандитам откровенным и дегенератам, которые не соображают, что они делают в Верховном Совете и за какие законы они голосуют. Очевидно, что те реформы, которые пытаются, так называемые фасадные реформы, которые не пытаются декларировать и называют это реформами, это чушь, бред и непонятно, что вообще происходит в стране. Частный бизнес, малый и средний, загнали вообще, я не знаю, поставили такие условия, что фактически работать в Украине невыгодно. Выгодно воровать, выгодно сидеть на схемах, выгодно воровать бюджетные деньги. По-другому в этой стране не проживешь. Или идти на работу к бандитам, фактически на госслужбу, становись участником бандитских схем, воруй вместе с ними или положи зубы на полку. Потому что заниматься предпринимательством в Украине невыгодно. Еще раз говорю, невыгодно, потому что бандитам невыгодны умные, талантливые, богатые люди. Все народы борются за то, чтобы народ был богатый, чтобы народ был счастливый, чтобы было будущее у детей. И только здесь, в этой стране, в последние 20 лет, происходит бестредело. Каждый день эти твари разворовывают государственный бюджет. Олигархические кланы меняются между собой. Вы посмотрите, сегодня в Верховном Совете одни родственники Порошенко. Чем он отличается от Януковича, которого мы выгнали? Абсолютно ничем. Поэтому по всей Украине партия 510 сегодня проводит акцию протеста. Протеста против офшотных схем Порошенко. Против офшотных схем любых друзей Порошенко. Дегенераты должны уйти с Верховного Совета. Мы за Роскут парламента. КОНЕЦ РОСКНОМА РОСКОТ РОСКungs РОСК contributing